Музыка Ооооо, ребята, привет! Сейчас не вечер, сейчас утро Я уже возвращаюсь, сейчас 7.15 Я уже сделала то, что планировала И еду домой Я знаю, что освещение плохое Ничего не пишите мне об этом Просто слушайте Я просто быстренько хочу осветить две темы Тема номер один Это по поводу русского языка ИДО Тема номер два Это по поводу отдых семьи в Канаде Хотя, возможно, отдых семьи в Канаде Мне возьмут немного больше Темы, чем сейчас Итак По поводу русского языка ИДО Тут и там возникают вопросы Возникают они так часто, что Я понимаю, что Хоть я буду писать миллион комментариев Под моим миллионом Ну, там не миллион, у меня всего там их 500 Видео Все равно вы не смотрите все мои видео Особенно люди, которые там просто случайно попали на канал Ой, какое прекрасное утреннее Утреннее прекрасное время Все только просыпается Когда ты видишь количество людей, которые уже давно проснулись И уже работают Вышли на работу Или просто даже еду в Тимборт Попить кофе перед работой Думаешь, блин, ну Классно же ведь Так вот Отвлеклась Неважно, сколько у меня будет комментариев Видео на эту тему и так далее Все равно будут люди, которые случайно попали на мой канал Или недавно попали на мой канал И их интересует этот вопрос И мне придется все равно Вот это один из тех вопросов, на которые мне придется отвечать часто Ну, конечно, с тех пор, пока я не начну это просто игнорировать Но мне это важно Поэтому я, да, хочу респондить Респондить Мама меня страшно ругает Говорит, да что с твоим языком Ты вообще уже засорила язык Ничего не понять Ну, что я могу поделать Есть просто некоторые слова, которые Чаще я употребляю на английском Они просто сами вылетают Так, не специально я не выделываюсь Или что-то такое Вот Значит, и то, что у меня Родился в Израиле До трех с половиной лет прожил Там Из-за того, что мы уже на тот момент, когда он родился Знали, что мы будем ехать в Канаду Мы просто были в процессе Вот мы как начали просто процесс Канады Я забеременела сразу Как только мы первый раз Подали какие-то там документы А вот И Полиция стояла в проволоке Интересно И поэтому вот сколько и до лет Столько лет Столько лет назад и началась наша Канада Вот И в общем, одним словом Мы знали, что мы будем ехать Я не хотела его засорять Я считала, что давать ему там иврит И русский Это засорит его мозги Хотя это не так Как я теперь вижу по Габриэль Все равно ребенок в конце, я думаю Выбирает свой язык А иногда он выбирает Свободно, может, на всех там языках Я знаю детей, которые на пяти языках разговаривают Маленьких Ну, там не двухлеток, конечно Ну, там, допустим, в пять лет Ребенок разделяет пять языков Спокойно Вот И Я не хотела Тогда я была Не такая опытная мама И Да, вокруг все дети знали В основном иврит У моих друзей Даже русскоязычно Даже русского не знали Я всегда говорила Ну, как, ну, как Ну, как такое может быть Я сказала, поэтому неизвестно Поедем мы в Израиль Доедем мы до него То есть в Канаду Доедем мы в Канаду Не доедем мы в Канаду А русский язык Всегда будет Наш домашний язык И поэтому лучше По крайней мере Хотя пусть он русский знает Русский-то уж точно Лишним не будет По поводу иврита Максимум Если мы будем уже знать Что он сдается Он его подтянет Еще сто лет до первого класса Вот И все А там, если мы уедем То там у него будет русский и английский Вот И мы приехали И ребенку было 3,5 года И он окунулся В одночасье Окунулся в английскую Среду И находился там По 8 часов в день По 8 Он туда шел К 8 утра Потому что к 9 Мне надо было уже быть на учебе Я училась Он шел туда к 8 утра И я его забирала В 4 в полпятого Вот и посчитайте Сколько часов он там находился Иногда даже в 5 Просто он в 4 старалась забрать Хотя садик был открыт До 6 Ребенок в 3,5 года Сразу попадает в эту атмосферу Понятно Там я не говорю Про период 3-х месячных Про 3-х месячный период Депрессии Ребенка и меня И травмы, которые он получил Попав полностью Как бы в другой язык Видимо у него произошел Какой-то в тот момент Свич И он Переключился на английский Не сразу То есть он достаточно быстро За 4 месяца заговорил Не то, что прям он там Свободно говорил Но он говорил И все И естественно Через год, полтора Ему стало говорить на английском В ряды На порядок Легче, чем на русском языке Поделать я с этим Ничего не могу А вот то, что мне говорят Это значит там Нужно над этим работать Там Но не мне говорят Вообще на эту тему Говорят Это нужно работать Да, я согласна Во-первых, что с этим нужно работать Однозначно Без работы не будет ничего Это проверено Что я могу сделать? Максим уже могу сделать Прежде всего Говорить с ним на русском языке Это то, что я делаю Он у меня пошел В русскую школу Потому что в принципе Вопрос также был Оле от тебя Оленька канадская Которая По поводу русской школы Кто меня знает Давно знает Как он шел в первый год В эту русскую школу И был очень большой толк Я вот первый год Я просто летала в облаках Его Он одновременно пошел В первый класс русского языка В первый класс английской школы Обычной И он параллельно выучил Научился читать Писать на английском И читать писать на русском Представляете? Одновременно это произошло Буквально в течение первого месяца Я была в шоке Учительница была великолепная Детки первый класс Они более-менее Плюс-минус все ровные В своих знаниях В том плане Что никто не умеет Слишком читать и писать Вот Второй год мы пришли И я увидела Что началась проблема Проблема была в том Что во-первых Он не хотел ходить В эту русскую школу Но это одно Второе Мы попали в русяшный класс Я сейчас не хочу Не обидеть никого Но по ментальности Дети из России И дети Скажем Из того же Израиля Это абсолютно Два разных типа Детей И буквально В первый урок Просто было Понятно Что он не тянет Ни уровень русского языка Который есть у детей Разговорный даже Ни требованиям учительницы Которая мне тоже Не очень понравилась Скажем прямо И Это был просто Русский язык В чистом виде А мне не нужен русский язык В чистом виде В Канаде Мне не нужны Подлежащие Сказуемые И там я не знаю Префиксы, суффиксы Мне нужно чтобы ребенок Мог читать Мог говорить И излагать свою мысль Точка Зачем А там вот это Все вот это вот было И там эти дети Которые на него смотрели Как будто он с луны Спустился Хотя дети Которые тоже живут В Канаде Но менталитет У детей другой Они на него Как на лунатика смотрели И я считаю Что это ненормальная ситуация И учительница Сама сказала мне Что он По параметру Буквально после первого урока Он в принципе Подходит Для детей Для класса Который называется Russian Second Language Русский как второй язык То есть есть дети Которые учат Русский язык Например Ну допустим Испаноговорящие Которые хотят Учить русский язык Пожалуйста Они могут учить Для них специально создан класс Я уже приехала Для них специально создан класс Для тех Для тех Для кого второй язык То есть люди Которые Не пришли С русских семей Или иногда Это смешанные семьи Ну в общем Подобрался вот такой класс Так как этот класс Собирался по всей школе По всему этому Русскоязычному кружку Потому что это проходило При Борд Скулборд То есть это не просто Кружок русского языка Это была школа Разных языков Куда дети могли Как бы после школы Идти вечером Как дополнительные занятия Это от Министерства образования Канады Окей Шло это Не кружок частный По два часа в неделю И это было в вечернее время Что тоже угнетало немного Потому что Но тяжело детям В это время Вечернее Они уже хотят Отдыхать, спать И там я не знаю что А тут им надо еще Что-то делать В общем Собирался такой вот класс По всей школе Во-первых Дети были разного возраста С разных классов И абсолютно с разным Бэкграундом Русского языка Когда мой Идо Туда попал Еще было несколько человек Таких как он Которые из русскоязычных семей Но Из русскоязычных семей Но Такие как Идо Которые на русском Очень плохо говорят Хотя все понимают Вот Но при этом Они ходили в первый класс Они умеют читать Они умеют писать Так вот Идо попал Оказался хорошистом Отличником Для этой группы Так как там были дети Которые знали русский язык Ноль И был Идо Который знал Уже алфавит Мог читать и писать В общем Что заключилось Они разделили этот класс На несколько группок Та группа такая Как Идо Которые типа знают русский язык Просто сидели Рисовали Целый урок Максимум учили Какое-то там слово Как пишется За целый урок Вот Если бы толк был Пожалуйста Толку ноль Чем дальше влез Тем больше дров То есть чем дальше Тем непонятнее Что там за русский А его русский ухудшался А ничего не делали Для того чтобы его улучшить И в общем Одним словом Я сказала Ну его в баню Потом начался третий класс Начались большие нагрузки Потому что я считаю Что третий класс Это первый такой переходной Ну не переходной А первый класс В котором уже начинается Что-то немножко более серьезное Чем было в первом и во втором Скажем так В третьем классе Уже ребенок Вы как родители Понимаете Какие способности Есть у вашего ребенка В плане там К чему он больше развит Например математика Или там чтение Или там письмо И так далее И вы начинаете развивать Эти отрасли И времени становится мало А если есть еще Какой-то другой кружок Которым он занимается Например Как в нашем случае музыка И если вы понимаете Что ребенку Нужно уже реально Давать больше информации Чем ему дают в школе Это тоже отдельная тема То вы понимаете Что надо впахивать Не только вам А и ребенку И когда Извините меня Он в школе занимается Шесть часов Потом он приходит домой Кушает Я с ним сажусь Я ему даю Ну он там Для отписки делает Конечно школьные уроки Которые там Ну просто смешные Их даже не дают Там дают какое-то Три задания За целые В понедельник дают В пятницу надо принести И сделать как бы Три упражнения Грубо говоря За целую неделю Это все домашние задания Иногда дают Какую-то математику Одну страничку Раз в месяц Он приносит книгу Поэтому каждый день У меня есть с ним занятия Которые даю ему Я по чтению По письму Каждый день Он занимается с папой Математикой Каждый день Мы занимаемся музыкой Если собрать все часы Вместе наших занятий В среднем 4 часа в день После школы Мы занимаемся Ребята Куда тут всунуть Еще русскую школу Во-первых Нет времени Во-вторых Нет смысла Ноль 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 вообще Эффективности И я считаю Что я ему могу дать больше Сейчас Что происходит С русским языком Я пытаюсь С ним продолжать Говорить на русском языке Мне очень Не то чтобы обидно Непонятно Как можно не знать Каких-то слов простых Потому что он начинает Уже не понимать Какие-то слова Мне приходится Ему объяснять это Либо на очень простом Ломаном русском языке Чтобы все-таки Объяснить это на русском Если я вижу Что он не понимает Мне приходится Объяснять на английском Все И он старается Не то что он не хочет Или выделывается Он Мама Ну я не понимаю Я не понимаю Он старается Говорить на русском Старается Вот бабушка приезжала Он старался Говорить с ней на русском Но в основном Он молчал Потому что Вы понимаете Дальше Я еще знаю И я думаю Что то что у него Производ Во-первых Он продолжает Я с ним продолжаю Читать на русском языке То есть чтобы он Помнил буквы И Ну все-таки Какой-то навык не терялся Я думаю Что будет какой-то Еще придет момент Когда они старше становятся У них больше раскрывается Возможности Вот этого Использовать языки Которые они знают То есть Он же меня понимает Он же знает Но могу сказать одно Что в три с половиной года Когда мы приехали сюда Он на русском говорил В сто раз лучше Чем он говорит на нем Сейчас в восемь лет Я думаю Что придет возраст У него это раскроется И он будет Да Говорить на русском лучше Все равно Я считаю Что сейчас у него Еще идет укладка Английского языка Потому что Сейчас идет оборот Огромнейший новых слов На английском языке Мы с ним работаем Над словарным запасом Над развитием речи Все это на английском языке Я тут еще хочу русский свой Давай говори по-русски То есть Он будет говорить Он будет Я думаю Что по крайней мере Понимать он будет всегда Насколько хорошо Он будет говорить Это конечно Вопрос уже десятый Но Да В таком плане Мы как-то стараемся Стараемся Но я не помешанная Не помешанная На знании русского Да конечно Хочется чтобы он мог Там с бабушками Общаться и все такое Но по мере своих возможностей Он это делает Я думаю Что все равно К нему придет Еще вот это вот Разговорный Более осознание Больше осознания языка Со временем Потому что я думаю Что сейчас пока что Он еще просто не готов Вот Поэтому это было О русском языке О русской школе Больше Поэтому Русская школа Для нас Абсолютно оказалась Неэффективна Со временем Крокодилу счет дают Смотри только на папу Это крокодил Да смотри на папу Крокодилу счет дают Говори Крокодилу счет дают В этом счете Счете Десять Блюда первое Блюда первое Со сатариками На второе На второе Картошка Со сатариками На третье блюдо Рыбный Рыбный Рыбок На четвертое Сладкий творог Пятым подано Редька протертая На четвертое Редька протертая На шестое Он съел Венегрет На четвертое Семенегрет На седьмое С грибами На восьмое Салат Из печенки Из печенки На девятое Банку Сгущенки Сгущенки На десятое Выпил Компот На компоте Закончился счет Счет Уф Уф Крокодил проверил Счет Посмотрел Заслали вот И как запланируется И как он Наехался Правильно А потом Вдруг Как заплачет Это он Наелся Значит Молодец Вот какое стихотворение Вот на этих помидорах Которые я посадила Можно вообще увидеть Какой-то закон жизни Вот здесь Пятнадцать зернышек Посажено было Пятнадцать зернышек Из них только четыре Проросло Вот знаете Так же и в жизни Можете делать Каких-то хороших Пятнадцать Начинаний И только лишь Некоторые из них Дадут успех Вот Это просто такая Маленькая философия Для начала дня Зачем? Будем обречить Судни один из тех дней Когда я Себя не очень чувствую И нету желания Что-то там выготавливать Поэтому я просто Кипячу водичку И буду сейчас готовить Готовить Варить Вот эту вот Упаковку Мяк и чиз Уже время обеденное Час дня Дошка сегодня Дома остался Вот Так что Будем кушать Мяк и чиз Что еще интересного Эти ягодки Я вытащу Хорошо Закрой, пожалуйста Закрой Холодинчик Мама вытащит ягодки Тебе потом Присели дети На эти ягоды Из костка Прям спасу Нет Но сейчас Вытащу Сегодня еще Пью водичку Не только С лимончиком Это который с утра Еще ягодки Добавила Которые Мороженое Они окрашивают Водичку И Немножечко Другой вкус Какой-то Придают Но больше Конечно Надо воды Это я так Просто гадю И себе тоже Это уже второй раз Я так пью Прикольно Вообще прикольно Когда какие-то Нарезанные фрукты Плавают в воде Я даже видела Люди овощи Нарезают Огурцы Плавают у них В воде Такое Прикольно Тоже Идея такая В бутылку Вот кто Совой бутылки Пти выносит Для воды Идея такая Все Вот Вода закипела Я бросила Макарончики Вот они Мелкие Мелкие Такие Вот Из пачки Вот Видите Вот такие Масюпусенькие Вот они Немножко Раздуются Вот это То что Значит Идет В этой пачке Вот эти Макарончики И вот Этот Упаковочка С сыром Вот Так что Все Сейчас Они сварятся Вот она Уже закипела Водичкой Я выставлю Таймер На 10 минут Потом Солью воду Покажу Что дальше Делаю Пока Макарончики Варятся Газетка У нас Пришла Просматриваю За одну Цену Что есть Интересного Вот Обычно Самое Интересное На первой И последней Странице Я уже Это часто Говорила Что Тут Обычно Впереди Мясо Сзади Овощи Это самое Интересное Внутри Уже То Что Мало Кто Ест Картофель Будет Недорогой Авокадо В прошлой На этой Неделе Мы купили Фудбейсики Было Дешевое Мы две Упаковочки Взяли Где у меня Они Вот здесь Где-то Подходят Господи Все Перевернуто Здесь У меня Корочки Апельсина Для чая Сухие Я добавляю Здесь У меня Две Упаковочки Этого Авокадо Вот они Уже О Хорошо Подоспели Хорошо Я люблю С ними Быстро Вечером Иногда Накрутить Суши Мы очень Любим Просто На хлеб На горячий В тостернице Сделал Хлебушек Просто Нарезал Авокадо Детки У меня Любят И здесь У меня Стоит Всегда Я люблю Руки Дезинфицировать Почему-то Мне так нравится На кухне Особенно Вечером Я это делаю Я даже Иногда Вот прям Сверху На поверхность Пшикаю И вот так Протираю Салфеткой Хотя у меня Есть неплохие Так Надо смыть Потому что у меня Рука была чистая Я ее намочила Так Здесь уже Копится грязная посуда Надо будет спрятать Посудомойку Хотя я У меня есть салфетки Сейчас я вам покажу Я их очень люблю Моя мама Когда была здесь Она говорит Блин Какие классные У них запах И они дезинфицируют Знаете Вот поверхности Какие-то протереть Какую-то пыль Причем они очень хорошо Даже вот Для вот этих Металлических поверхностей Вот типа Вот это Вот как на холодильнике Шкафчики протереть Вот так вот Какую-то пыль Стол В общем Все-все-все Ими можно протирать Вот выключатели На стенке Я ими протираю Ну вот все Очень классные Я их очень люблю Но несмотря на это Все равно иногда Пользуюсь этим Вот так вот Капаю Вот этим вот Санитайзером Не то чтобы я Какая-то помешанная На микробах Но просто вот Оно у меня есть И я им пользуюсь Что тут Футбейсики Еще Яблоки По 99 центов За паунд Получается Та же цена Что я в костка беру На те же Red Delicious Это по-моему Да Red Red Prince Apple Да Ну они все На шоколадное молоко На какао На эти супы 2,99 Ну это кстати Неплохая компания Кто любит Такие вот Полусупы Вот это вот Грибной Томатный Макароны Какое-то мясо Ну я на мясо Даже не смотрю Потому что Такое у меня В костка Вот Ну в общем Как всегда Ничего интересного То что мне интересно Здесь не продают Так что здесь еще есть Непонятно что В общем короче Дают скидку На то что не нужно Ну в основном Так можно сказать Что мясное Скидки есть часто В молочной И овощи Сейчас в последнее время Яйца стали По 1,97$ Последние 3 месяца Я говорю Костя С тех пор Как мы в Канаде Таких цен Никогда не было В Канаде мы уже 5 лет Меня там спрашивали В комментариях Сколько вы в Канаде 5 лет Что-то дешевое Либо курей много стало Либо много яиц Стали производить Вот по 1,97$ Самые дешевые Всегда было 12 штук За 2,50$ И тут по 1,97$ Так что мы берем У нас дома яйца Просто не выводятся Еще и по такой цене Так Но тем временем У меня уже почти Доделывается Еще осталось 3 минутки Вариться макароши Так Сейчас здесь Плохо видно Потому что не на подставке А на кастрюле Значит я вот Смыла макароши Вот Вкросила их обратно В кастрюлю Сейчас я Туда Закидываю Кусок масла Масло И Молока И Тю Забыла Самое главное Сыр Он уже мелкий Перетертый Вот в таком парочке И я все это Аккуратно Здесь перемешиваю Во-первых Сыр вбирает в себя Молокой Много жидкости Для того чтобы Ну он как бы Раздувается что ли Поэтому молока Не бойтесь Там ни одну каплю Можно как бы Четверть стаканчика Налить на эту пачку Кто-то любит пожиже Так может и больше А кто-то любит Вообще Это как Такой прям суп кушать Так можно и пол стакана Молока Спокойно дать И все макарончики Окрашиваются У нас в желтый цвет Этого сыра Чадр Вообще Активно Чадр я стала есть В Канаде В Израиле Даже не знала То есть Я слышала Чадр название Но мне это Ни о чем не говорило А здесь Это один из Популярных И таких Доступных сыров Вот И Доша Сделай тише Немножко Вот Все хорошо Перемешать Чтобы и масло Растаяло И хорошо Растопился Этот сыр Равномерно По всему Вот что у нас Получилось Смотрите Вот такой вот Цвет Вот такие Макароши Все Сейчас По тарелочкам И вперед И обычно К этому даже Ничего не даю Там Только максимум Помидорчик Нарезать Так Кто-то любит Еще сосиски Там сварить К этому Но у меня Этого хватит Детям Так Эдошка У нас Eat and learn То что называется Кушаем и учимся Да Эппл Я тебе нарезала Так Эдоша Что ты меня Спрашиваешь Use the van Diagram Below So do you have to use These figures in here The middle And one figure Outside the loops Draw a figure That belong To the set Oh no You don't have to use these Нет Любые фигуры Которые Туди Наверное Да Разбирайся Сынок Я не знаю А здесь Что Давай вот отсюда начни Сынок Вот отсюда Try this Слышишь Буба Вот здесь начни Вот с этого Отсюда начни Хорошо Все Я иду Габи Иду Идем Идем Она мне говорит Идем А что ты там делаешь В темноте Переодеваешься Хочешь снять платьице Это Что ты здесь делаешь Что ты хочешь одеть Другое что-то Другое Шарик Какой красивый У Габи Да Да Осторожно Я сегодня опять сделала Драмстикс По тому же рецепту Это те Которые я сама разделывала И Костя сейчас В азиатском магазине Купит Как они называются Ноделс То есть он уже их купил Ноделс И Спринроллз взял И деткам там по булочке Вот Такой сегодня у нас день Так Посмотрим Что наш папа принял Так На 21 доллар 24 25 долларов Скажем Спринролл Спринролл Спринроллы Булочки для детей Приветки Так А это что Костя здесь А спринроллы только другие И ноделсы И еще ноделсы Вот это на 25 долларов Плюс моя курочка Вот так вот Приятного аппетита Нам А вам Доброе утро Хорошего дня Спокойной ночи Пока Поехали Пока